В природе существуют явления, глядя на которые вы можете не поверить своим глазам. Миражи и оптические иллюзии, встречающиеся в природе, поражают наше воображение. Люди с давних времен сталкивались с видениями кораблей, зданий, гор и не могли найти этому объяснение. В отличие от галлюцинации, миражи являются реальным оптическим феноменом, который можно сфотографировать. Другое дело, что эти явления не возникают по заказу. Однако есть места на нашей планете, где шансы увидеть уникальную оптическую иллюзию гораздо больше. Фата Моргана, Антарктида В Антарктиде ясный чистый воздух чётко фокусирует удалённые объекты. Восприятие глубины становится невозможным, и мир приобретает удивительный двухмерный вид. Ранее исследователи Антарктиды скрупулёзно наносили на карты и схемы острова мысы и горные хребты, которые больше никто никогда не видел. Забавным примером этого явления стал случай, произошедший со шведским исследователем, который в своей записной книжке описал скалистый мыс с двумя необычными симметричными долинными ледниками. Как оказалось, он на самом деле смотрел на моржа. Фата Моргана вызвана отражением от воды, льда и снега, а в сочетании с температурой инверсии это создаёт иллюзию чёткого определённого вида, которого на самом деле не существует. Огни Святого Эльма, Эдинбург, Шотландия. Физические огни Святого Эльма – это яркое голубое или фиолетовое свечение, похожее на огонь, от высоких заострённых структур, таких как громоотводы, мачты, шпили и трубы. Они представляют собой смесь газа, плазмы, так же как огонь и звёзды. Электрическое поле вокруг объекта вызывает ионизацию молекул воздуха, что приводит к возникновению слабого свечения, которое хорошо видно в малоосвящённых условиях. Американский писатель Герман Мелвилл назвал это явление «пылающий палец Бога». Цезарь увидел его на копьях своих войск в ночь перед битвой. Этот впечатляющий эффект, который вызван электрическим разрядом из грозовых облаков на землю, всегда внушал мысль о божественном вмешательстве. Огни Святого Эльма можно увидеть на мачтах кораблей во время шторма, а моряки с благоговением относятся к этому явлению, которое часто происходит в момент, когда шторм начинает стихать. Это природное явление часто наблюдают на высотах Эдинбургского замка на Замковой скале. Полярное сияние, Альта, Норвегия. Полярное сияние – это невероятно эффектное зрелище в Арктике и Антарктиде. Красочные пласты света превращают бесконечные зимние ночи в настоящие лавовые лампы. Полярное сияние, а точнее северное и южное полярное сияние, происходит, когда солнечные частицы, выброшенные солнечными вспышками, притягиваются магнитным полем Земли к северному или южному полюсу, сталкиваясь с атмосферными газами и излучая фотоны или частицы света. В результате появляются светящиеся пласты зеленого, красного, белого, пурпурного и синего света. Норвежский город Альта, который находится на 69-й параллели северной широты, известен как прекрасное место, откуда можно любоваться полярным сиянием. Брокенский призрак, Госфор, Германия Тысячи лет любой, кому посчастливилось наблюдать этот сверхъестественный оптический феномен, считал, что он находится в присутствии Бога или проходит собственное духовное перерождение. Все потому, что перед наблюдателем предстает изображение тени, окруженной ореолом света, как правило, вокруг головы. Это явление чаще всего происходит вблизи горных вершин, где воздух влажный, а солнце находится низко. Название явления обязано своим происхождением Пику Брокен, который при высоте 1141 метр является самой высокой точкой Горгардс, расположенных в федеральной земле Саксония-Анхольд в Германии. Отправиться на вершину Горгардс можно из города Гостр в Германии. Зелёный луч Сан-Жен-де-Люс, Франция Зелёный луч – излюбленное явление среди тех, кому не чужды романтические фантазии. Кажется, запечатлевает саму бренность существования. Этот эффект, который можно увидеть в конце заката, появляется как зелёная точка или зелёный луч, который как будто вспыхивает из солнца. Причины появления этой иллюзии довольно сложны и связаны с преломлением света, толщиной атмосферы и кривизной земли. У вас есть небольшие шансы увидеть зелёный луч, например, отправившись в город Сен-Жен-де-Люс, который запечатлён во французском фильме «Зелёный луч». Благодарю вас за просмотр, друзья, надеюсь, вам понравились эти оптические иллюзии и вы захотите увидеть следующую часть. Поэтому давайте наберём полторы тысячи лайков, и я сразу же выпущу новую порцию оптических иллюзий, созданные природой. Спасибо, до встречи! Субтитры подогнал «Симон»!